Апокалиптический ангел Обратился в абсолютно самодостаточное, не имеющее аналогии ни в прошлом, ни в настоящем произведении, безупречно выражающее заложенную в нем семантическую идею, благодаря своей новаторской художественной структуре, в связи с которой представляется правомерным отнести апокалиптического ангела категории наиболее выдающихся художественных созданий искусства XX века. В предыдущих видеолекциях, посвященных венскому периоду, высказывалось мысль о том, что во время своего пребывания в Вене Сергей Блюмин сумел решить серию сложнейших технических задач, равных по уровню задачам, решенным им в миниатюрных металлических скульптурах. При этом интересно подчеркнуть, что сам художник рассматривает свои венские акварели как некую лабораторию, в которой выверялись художественные структуры, которые были ему необходимы в процессе создания его металлических ювелирных вещей. На самом деле, однако, акварели и масляные картины венского периода положили начало развитию блюминовской живописной идиомы, которая, впитав в себя и творчески переработав бесчисленные художественные открытия прошлого, позволила Сергею Блюмину превратиться в одного из самых значительных художников XX – начала XXI века. Что добавить к вышесказанному? За год жизни в Вене Сергей примет участие в музыкальном конкурсе в Германии, выставить свои работы на нескольких эмалевых и акварельных выставках, в связи с которыми в апреле 1980 года в журнале «Шмук und Урен» во Франкфурте будет напечатана статья «Украшения и тенденции. Источник эпохи, посвященный творчеству Сергея Блюмина». В том же 1980 году, вскоре после прибытия в Соединенные Штаты, как опять-таки указывалось выше, Сергей получит приглашение на участие в Международном симпозиуме, посвященном разработке художественных возможностей Олова. Впервые столкнувшись с новым для него материалом, мастер разработает собственную технологию, с помощью которой создаст выполненные из бронзовой сетки и покрытые слоем олова скульптуры, а именно «Зависшая свадьба», «Всадник» и «Гулящий». Симпозиум завершится выставкой в Венском музее современного искусства, после которой работы Блюмина будут приобретены музеем для его постоянной экспозиции. Через месяц после окончания симпозиума в Вене пройдет Всемирная конференция, посвященная прикладному искусству XX века, на которую Блюмин будет приглашен как почетный представитель Соединенных Штатов. Всемирный комитет по прикладному искусству The World Craft Council станет его спонсором. В дополнение ко всему сказанному, часть миниатюрной коллекции металлических скульптур, созданных Блюмином для M.Grabben Gallery, примет участие в организованном Геосинбаум мировом турне, которое с сентября 1981 года по октябрь 1982 года с большим успехом обойдет города Европы, Японии и Австралии. А теперь настал момент вспомнить о том, что между пребыванием Сергея Блюмина в Вене в 1978 году и его возвращением в столицу Австрии в 1980 году художник провел несколько месяцев в Италии. Вот как он сам описывает начало своего итальянского периода в интервью с Май Притцкер на телевизионном канале RTN в 2005 году. В Италии князь Андрей Волконский, бывший руководитель ансамбля Мадригал, познакомил меня со своей кузиной Еленой Волконской. А она, в свою очередь, познакомила с княгиней Боргезе, которой принадлежала когда-то вилла Боргезе в Риме. Она сама, между прочим, оказалась скульпторшей, и она купила у меня работу в день коронации Папы Иоанна Павла на площади Святого Петра. Она же познакомила меня со своей приятельницей Бонной Сальвиати, потомком семьи Козима Медичи, когда-то покровительствовавшей Микеланджело. И Бонна Сальвиати пригласила меня тогда с моей бывшей женой поэтом Мариной Темкиной и сыном Даниилом во Флоренцию, где мы жили в её доме, Боргопинтии, 82. И на крыше этого дома я писал картину «Мир человека» в течение нескольких месяцев. И за это время рабочие, которые там красили дом, целиком его покрасили, и они мне говорили по-итальянски, «Смотри, парень, ты всё ещё работаешь над своей картиной?» «А мы уже покрасили целый дом, ты, видимо, не своим делом занимаешься». Итак, в результате приглашения Бонны Сальвиати Сергею предоставилась исключительная возможность провести несколько месяцев в Италии, где художник работал над своими масляными картинами, параллельно путешествуя по итальянским городам, включая Рим, изучая искусство итальянского Ренессанса. Думая об удивительном стечении описанных выше обстоятельств, невольно хочется видеть в их совокупности символический перст судьбы, особенно если учесть, что в дополнение ко всему сказанному в сентябре 1979 года Сергей Блюмин сыграл свой последний сольный концерт для трубы композитора Джузеппе Тарелли с тосканским симфоническим оркестром на фоне фресок художника раннего возрождения Чимабуэ в базилике Санта-Кротча во Флоренции, где выступали такие всемирно известные музыканты, как Лючано Паваротти и другие. Как было указано выше, итальянский период закончился для Сергея Блюмина в конце 1979 года, когда он прилетел в Нью-Йорк. Естественно, что Нью-Йоркский период выходит за рамки эссе, посвященного художественной деятельности мастера Вене. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что именно Вена развернула жизнь Блюмина в новом направлении, задав начальную инерцию его развитию как художника-живописца, ставшего в итоге одним из наиболее значительных мастеров искусства XX-го, начала XXI века. И потому, завершая разговор о венском периоде его творчества, вспомним о том, что в декабре 2000 года в швейцарском журнале GZ Journal была напечатана обзорная статья, посвященная прикладному искусству XX века, в которой были перечислены имена десятков мастеров из разных стран, чьи работы экспонировались в галерее Инге Айсенбаум в течение 1980-х годов. Но только Сергей Блюмин был назван в этой статье великим, великим русским художником. Design Museum Zürich, The Eisenbaum Collection, Jewelry of Our Own Times, GZ Journal, December 2000, Exhibitions, Eisenbaum Collections. Возьмите Играя, organизм,